Самая главная валюта у любого онкобольного – это время. А, которое у тебя было упущено. Обширный рак, то есть рак везде. Никто не знает, что начнет. Да, ну, шок. Я всегда несу вот этот месседж онконастороженности. Рак, этот клешневидный зверь, его кормежка – это страх. Придумай, ради чего-то нужно жить, тогда будешь жить. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. А в гостях у меня очаровательная лама, продюсер, писатель, композитор, певица. И вообще очаровательная девушка, на плечи которой легла такая вот судьбинушка нелегкая, скажем прямо. Я хочу об этом поговорить. И мне, у меня трепет внутри, понимаешь, и я даже не знаю, правда, у меня такое волнение первый раз. И через каждое слово я только хочу выразить свою эмоцию, накатывают слезы. А ты, ну, правда, сильная стойка. Я понимаю, что тебе, что ты пережила и продолжаешь переживать, и продолжаешь бороться за жизнь. И для многих это кажется все, ну, знаешь, в теории. Да, ну да, да, сложно, сложно, да, вот непросто. Но это настолько слова. И немножко сейчас я расскажу о себе, а дальше буду слушать с удовольствием тебя. И я уверена, что эта передача станет такой поддержкой для тех, кто уже оказался в этой ситуации, у кого, кому поставили этот диагноз, да, онкология. Кто борется за жизнь, это может быть совсем другой диагноз, да. Неизвестно, что нас в жизни ждет, правда, и какие испытания. И, может быть, вот эти слова, которые произнесешь ты, и они когда-то вспомнятся и дадут силы бороться дальше. Вот ради этого я и хочу, чтобы ты потом много-много говорила, а я сейчас просто расскажу тем, кто думает, что они понимают, о чем идет речь. Но я уверена, что пока ты не столкнешься с горем, ты этого не понимаешь. У меня подруга, у которой мама болела онкологией, она ужасно боялась, панически боялась, что у нее тоже будет рак груди. Поэтому она все время наблюдалась в онкоцентре. А я ее сопровождала, потому что каждый раз она ждала, когда ей сообщат об этом. И вот настал тот день, когда ей сказали, что у вас онкология. И слава богу, что так как она была готова к этой ситуации, быстро все подхватили, вылечили, даже грудь сохранили. Но меня удивила реакция моя. Это я к чему говорю? Теория и практика, да. Реакция моя. Ольга, она такая очень девушка нервная, впечатлительная. Она мне об этом сообщает, и у меня из глаз брызжет буквально слезы, и у меня начинается истерика. И она в шоковом состоянии, и не может понять вообще, что как бы я ее должна утешать, а она утешает меня. Может быть в этой ситуации, мне поэтому удалось как-то ее привезти домой, понимаешь, потому что как-то переключилась на меня вся эта история. Но я не специально. Проходит месяц, и я нахожу у себя в груди уплотнение. И помню о том, что, как сказал врач Ольги, вот из этого центра онкологического, он сказал, Прель, имей в виду, что если не болит, это страшно, а когда болит, не страшно. И я нахожу у себя это уплотнение в груди, и оно не болит. И сказать, что я испугалась, ничего не сказать. То есть, да, есть такие вот моменты, когда нет этих слов, чтобы описать. Ты просто чувствуешь животный страх. Я рассказываю о себе, я понимаю, что у каждого своя реакция. И когда я приехала показать свою грудь, а врач без лишних эмоций мне сказал, да игралась Прель, скорее всего, это то, о чем я думаю, это онкология. Я говорю, ну дайте мне хотя бы шанс, что это не так, ведь нет еще ни анализов, ничего. На что он так очень цинично, я понимаю, почему он это делает. Он этих эмоций уже навиделся и насмотрелся. Он смотрит мне в глаза и говорит, я тебе не даю шансов, мне это не нравится. Дальше я выхожу, и вот реакция совершенно другая, когда это касается меня. У меня нет слез. У меня такое впечатление, как будто выжжало все внутри. У меня стало покалывать, вот кончики пальцев покалывать, и я начала хладнокровно думать о том, кто будет воспитывать моих детей, что я должна переписать, как я должна распределить все. Я начала думать о тех, вот когда меня не будет, но те, кто нуждается еще во мне, да, вот как, кто будет с моими детьми смотреть, каких репетиторов, с кем договориться, да, 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 чтобы эта жизнь продолжала, чтобы мои родные не страдали. А теперь я хочу спросить у тебя. Вот ты молодая и красивая девчонка. Эта новость тебя настигла, когда ты, казалось бы, вот она удача, ты добилась всего сама. Абсолютно сама. Вот этот успех, да. Ты делаешь то, что не делают другие. Тебя там какие-то свирами необыкновенными ты, и танец, и песни, и, в общем, успех. Все, и вот на вершине этого успеха тебе, вот как по голове, такое испытание. И как это все происходит, какие у тебя были чувства, и было ли вот это вот за что, почему, для чего. Вот рассказывай, теперь я хочу слышать только тебя. Ты знаешь, вот на самом деле вот врач тебе сказал очень странные слова, почему если не болит, то это хорошо. Мне кажется, по-медицински это даже чуть неправильно, потому что как раз-таки не болит, это на первых стадиях. А если уже начинает болеть, то это уже последние стадии. И рак, к сожалению, бессимптомен. Его невозможно вовремя иной раз разглядеть. На моем примере, так скажем, это врачебные ошибки, то есть халатность врачей. Одни врачи меня чуть не угробили, другие спасали. Я всегда очень следила за здоровьем, и за здоровьем всегда вела правильный образ жизни. Но вот как ты правильно сказала, это испытание, я считаю, что оно пришло ко мне для того, чтобы я написала эту книгу «Остаться в живых», которая сейчас вышла в нескольких странах мира, для того, чтобы я могла отставить эту книгу, подарить людям для того, чтобы у них был антидепрессант, мотиватор. Не только против онкологии, а вообще в принципе. Потому что, конечно же, это сильнейший психологический удар для каждого человека. И я всего лишь одна из миллионов людей, кто с этим сталкивается. И каждый принимает этот удар по-своему, этот удар нужно уметь держать. И очень многое зависит от твоего настроя. От этого зависит полностью твоя жизнь, потому что многие на первых стадиях уже слетают с трассы. Сдаются и умирают, к сожалению. А люди, имея волевой характер, пройдя страшнейший ад, на последних стадиях продолжают жить. Есть необъяснимые вещи, но абсолютно, так скажем, задокументированные медицинские. И к тому же, вот, например, мой случай, он тоже уникальный, потому как ситуация у меня очень тяжелая. Последние стадии, да, аденокарцинома, самый агрессивный вид опухоли, метастазы в лимфоузлах. Обширный рак, то есть рак везде. Несмотря на то, что там его источник, рак матки, да, как бы, но это обширный рак. И мое, так скажем, положение осложнялось такими моментами у меня непереносимости многих лекарств. Вот, включая там антибиотики, вся линейка анестезии, там пару видов наркоза. То есть я, к сожалению, ограничена в лекарственных вот это, в разбегах, да. И если какой-то человек может сама обезболиться, какой-то человек может что-то принять, чтобы снять побочку. То ты корчился от боли. Я выхожу только на собственных силах организма. И после тяжелейшей операции, второй, когда было выражено большое количество органов, я приходила в себя и вставала на ноги. Без единого антибиотика такой в мировой практике вообще, в принципе, не слыхано. И когда врачи берут мои медицинские документы, я их, кстати, тоже приложила в книгу, все, конечно, удивляются, как вообще такое может быть. Но вот это желание жить, желание победить, да, выжить, остаться в живых, это желание побеждает смерть. Я не говорю, что я буду жить вечно, как говорится, все мы смертные. Да, никто не знает, что начнет. Да, но продлить собственную жизнь, это реально, потому как мне давали 2-3 месяца жизни. Я борюсь уже третий год. Вот это огромная победа, несмотря на то, что я, диагноз еще не снят, то есть я еще в процессе борьбы, мне удалось войти в ремиссию. И даже ремиссию я называю победой. Что такое окончательная победа? Вот у нас, кстати, народ не информирован, да, то есть они думают, что рак – это как грипп, там отряхнулся и пошел, да, то есть там прошел острый период, там человек пошел в ремиссию, все отлично живет. К сожалению, это не так. Ежедневная борьба, ежедневная борьба за собственную жизнь, преодоление тяжелейших побочек. И от этого невозможно отряхнуться и пойти. И тяжело не только психологически, физически. Рак – это физическая боль, при том во всем. И лечение очень болезненное во всех аспектах, и протекание болезни, особенно если последние стадии. Кардинальная разница в лечении и в образе жизни, в качестве жизни, смотря какая стадия. Если у человека начальные стадии, он может победить, то есть с него диагноз может быть снят. Ну вот это начальные стадии, это можно случайно обнаружить, это дело случая. Ну у нас, к сожалению, очень плохо диагностируют рак и очень низкая онконастороженность. И когда я лишний раз там сейчас выхожу к СМИ, выхожу на подиум, дай бог, у меня появляются силы на подиум выходить, я всегда несу вот этот месседж онконастороженности, потому что когда врач не может поставить диагноз, в первую очередь нужно исключать онкологию. Потому что вот на моем примере, я обращалась когда за помощью, у меня получился там такой, так скажем, момент, которого никогда не было, например, да, то есть я всегда была здорова по женской части, вдруг когда я обращаюсь за помощью, мне говорят, не переживайте, это просто гормональный сбой. И только спустя полгода... А что тебя встревожило, вот объясни мне, ты пошла к врачу, что у тебя встревожило? Нет, у меня открылось кровотечение. Это вообще первый признак как раз-таки рака. И врач мне не сказал, а вдруг, да, вот надо как-то провериться. То есть наоборот меня успокоили, взяли анализы, у меня все анализы были хорошие, не переживайте, у вас гормональный сбой. И плюс мы не могли дождаться и уговорить врачей, чтобы меня оперировали, диагностическую операцию сначала сделали, потому что у меня непереносимость, никто не брался. Ну там много таких медицинских было препятствий, и ошибка за ошибкой именно врачебная, да. И это время, да, получается? Вот самая главная валюта у любого онкобольного – это время. А, которое у тебя было упущено в этом смысле? Конечно, то есть оно уже тикало. Рак, конечно, не появляется там за одну секунду. У меня это, к сожалению, так скажем, очень естественная реакция на разбойное нападение 2012 года. То есть это тот пусковой крючок, пусковой механизм, который именно из тяжелейших травм, которые я получила, ну не считая психологических, понятно, но физические травмы, после которых у меня была остановка с сердцем, и там открылась непереносимость как раз на лекарства, и организм начал задавать. Я уже не смогла оправиться физически, и уже, так скажем, была запущена кнопка, и начался рак. Но я об этом не знала. Это положение? Нет, это врачи мне объясняли такие моменты, потому что я тоже старалась найти ответы на вопросы, где была точка старта, как получилось. Но самое главное, особенно через свою программу, я хочу донести лишний раз до зрителя следующее. Ни в коем случае, особенно онкобольному человеку, нельзя задавать самому себе вопрос, за что. Только вопрос можно задать для чего. То есть для чего приходит такое тяжелое испытание человеку, да? А у нас почему-то зачастую, вот у нас миллионы людей, да, как бы попадают в такие жернова смерти, и у нас зачастую думают, что это какая-то кармическая штука прилетает, да, и вдруг там вот за что, что как. И вину вешают на этого человека. Я думаю, вообще, я прихожу к выводу, что вообще нужно принять закон, официальный закон, чтобы за вот такие подобные вопросы, ну, не тот вопрос, который ты задала, а вот, например, кто там гнобит онкобольных, да, что вот, наверное, за что-то прилетело, чтобы за это была административная или уголовная ответственность. Потому что у нас есть статья, там, ну, против национализма, да, что нельзя людей различать, там, по расе, там, по национальности, да, там, как бы, статья есть об экстремизме. И я думаю, что справедливо было бы вообще такую статью ввести, чтобы оградить онкобольных от подобных клише, клима, да, потому что это осложняет их жизнь. Мало того, что человек борется за жизнь, а он еще, так скажем, психологический фон нарушен. Что такое борьба за жизнь, особенно в онкосистеме? Это должен быть положительный психологический фон, чтобы человек мог выйти победителем из этой страшнейшей ситуации. Но ты же понимаешь, почему такой фон еще создается? Когда не понимаешь, почему это происходит наверняка, не знаешь, да, почему, вдруг, отчего. И ты знаешь, что Дамоклов меч висит практически над каждым. Над каждым человеком. Начинают придумывать, что... Именно придумывать. А вот надо что-то, какое-то объяснение, чтобы меня успокоило. Меня, Петю, Васю, Машу, Катю. И вот рождаются эти мифы. А дальше доходит до такого абсурда, что не надо рядом сидеть с онкобольным, потому что вдруг заразишься, а не надо еще что-то. Это вообще уже такая бредятельность. Рак счастья заразен, конечно. Просто дело в том, что у нас народ действительно неинформирован. И людям не объясняют даже как бы способы лечения. Что такое химиотерапия, что такое высокодозная химиотерапия, что такое лучевая, что такое высокодозная лучевая терапия. А ты считаешь, если ты с этим не столкнулась, ты должна знать эту информацию? Если человек не связан с этим, еще, даст Бог, и не столкнется, все равно надо знать. Мне кажется, конечно, каждый человек должен быть информирован, чтобы во всяком случае можно было кому-то помочь, минимум как психологически поддержать. И чтобы самому быть готовым. Потому как рак и вот такое горе стучится в дом и к детям, и к врачам, которые спасают жизни, и к людям, которые ведут правильный образ жизни, к жизнерадостным людям, к людям, которые ведут и правильное питание. То есть как бы в любой дом может прийти эта беда. А как ты полагаешь, вот открылось кровотечение, что ты должна была, на чем ты должна была настоять, чтобы это время не упустить? Я так предполагаю, наверное, и онкомаркеры, и в первую очередь, конечно, диагностическая, выскабливая на диагностической операции, потому что там было такое сильнейшее кровотечение, там без хирургического вмешательства, к сожалению, было не разрулить. Поэтому нужно было что-то предпринимать, чтобы исключить онкологию, чтобы просканировать организм вдруг. То есть в первую очередь предполагаете лучше худшее, убираете это худшее, а дальше уже ищите причину попроще. Тем более, если врач говорит, что он не может найти причину, у меня вообще, в принципе, была вот с 2012 года, вот по 2017, когда уже поставили мне последнюю стадию, у меня были проблемы с сердцем. Я думала, что вся проблема именно там, потому что я уже тяжело тянула сольные концерты, мне тяжело было уже на мероприятиях. И я уже самостоятельно проводила самоисследование, у меня вешали такие холтеры, я изучала нагрузку на сердце, потому что у меня же мои выступления связаны с огромной физической нагрузкой, у меня большие двухметровые веера. Я ими кручу по технике боевых искусств, когда пою. И вот я вот эти нагрузки стала тянуть очень тяжело. И думала, что, думаю, наверное, сердце барахлит, ну что такое, что происходит. Исследуем сердце, да, есть там некие патологии, там порог сердца, но небольшой, да, не угрожающей жизни. Ну что, что, почему? То есть это не может приводить к таким сбоям. А оказывается, видишь, у меня уже был рак, я просто об этом не знала. А рак-то такой зверь, как я его называю, это клешневидный зверь, это умный зверь. Он дает сбой во всех органах. И порой как бы источник находится этого зверя в одном. А он отвлекает. Да, а он дает рикошет совершенно на другие органы. И, например, у меня когда была проведена первая диагностическая операция, вот, и, ну там, пока я ждала гистологию, мне сердцем стало полегче. Думаю, о, как замечательно, надо же, все хорошо. Ну это я так думала. А потом я уже, когда приехала за результатом анализов, у меня как обухом по голове. Это действительно как обухом по голове, да? Да, конечно, то есть, когда ты перед Новым годом, вся страна отмечала Новый год, я приехала прямо перед Новым годом, я просто заехала на секунду забрать этот листочек. Ну, я думаю, наверное, думаю, скажут, может, воспаление, может, что-то такое. Похова я точно ничего не ждала. И когда врач заводит в кабинет и говорит у тебя последние стадии, это, конечно, ну, шок. И очень важно, очень важно, вот, тоже, о чем ты упомянула, моментально взять себя в руки, то есть, вот, когда этот шок проходит, моментально так, хоп, и конструктивно мыслить, без паники, без ничего. То есть, важно принять ситуацию, что твоя жизнь уже не будет никогда прежней. Главное – это принятие целиком и полностью, не смирение, это разные вещи, а принятие. Чтобы твой мозг работал четко, механически, как часы, нужно совершенно уже, как сказать, приоритеты расставить. То есть, твоя жизнь начинает, ну, как по секундам идти. Никуда, ни вправо, ни влево лишнее время не тратить. На тех людей, которые тебя там, например, не поддерживают. Тех людей, которые у нас там отбирают энергию, или просто любопытствующие, типа, ну, как дела, тра-та-та. То есть, тут надо отсекать таких… Ни на что не отвлекаешься. Ни на что не отвлекаться. Все силы только на борьбу за жизнь. Вот скажи, в одном из фильмов я слышала такую фразу, она прямо вот застряла у меня в голове. Действие происходит, Великая Отечественная война, и он говорит, ну, кругом смерть, все, вот этот бой идет. И он ей говорит, девчонки-снайперши, придумай, ради чего ты нужно жить, тогда будешь жить, тогда останешься в живых. Вот ты ради чего придумала, что надо жить и бороться, а не сдаваться? Ты знаешь, я, наверное, это не придумала. Это, вот, наверное, смысл моей жизни. Я до диагноза, так скажем, я очень много благотворительностью занималась. Давала там концерты. А когда в мой дом пришла беда, вот все то же самое, что я говорила тем людям, кто был в беде, что там не складывать лапы, драться до победного, не до последнего, а до победного, да, все то же самое я начала говорить себе. Мое мировоззрение ни в чем не поменялось. Представляешь, что есть... У многих, наверное, вот как жизнь делится до и после, да, что-то меняется внутри. У меня ничего не поменялось. Какие у меня ценности были внутри, они все сохранились и только укрепились. И когда я приняла решение вести онлайн-дневник, ну, я подумала, если я выживу после вот обширной операции, я начну вести онлайн-дневник, чтобы на моем примере, если вдруг мне удастся победить, чтобы пошагово люди в режиме онлайн видели, как я поступаю, о чем я думаю, что я предпринимаю, Вот это сильная вещь была онлайн-дневник. Я смотрела. Это у меня сначала в ленте была. Я читала. Потом я понимала, что я читаю, я на физическом уровне чувствую эту боль. Потом я как беспомощный, знаешь, ну, чем ты можешь помочь, да? И я просто понимала, что я вижу твой пост, и у меня мысль в голове, она жива. Ну, мне даже было страшно читать. А потом вот настолько накопилось у меня вот этих эмоций, что был мой пост, ну, не знаю, помнишь ты его ли, но я очень хорошо помню, он, правда, был искренний. И ключевые были слова, вот действительно то, что я чувствовала, это то, что, ну, вот я поняла, что я слабая, я не сильный человек. Читая твои посты, и то, что ты преодолевала, и то, что ты, вот я видела тебя... Усенькая, какая была стащенная. На показе? Да, мы с моей дочкой. И когда ты еще не знала про свой диагноз, это как раз перед Новым годом, и ты говоришь, ну, у меня там небольшие проблемы со здоровьем, у нас какие-то с тобой планы были, и потом вот это все узнавалось, да? Я поняла, нет, я слабачка. Вот правда, никакая я не сильная, какой там характер. Мне читать даже это было страшно. Ты знаешь, вот когда беда приходит в дом, иногда, Свет, мы сами не подозреваем от той силы, которая внутри. Не дай бог... И я ловлю себя на мысли, что я даже не хочу испытать эту силу. Конечно. То есть настолько, да, вот страшно, а с другой стороны, почему я хочу, чтобы ты была здесь, почему я хочу, чтобы тебя видели. Ведь та лама, которая еще не знала о диагнозе, и та лама, которая борется за жизнь, продолжает бороться, ведь в тебе не изменилось ничего. В глазах жизнь, доброта, голос нежный, трепетный, вот это сила духа, настоящая. Потому что я не вижу изможденную, озлобленную, или которая вызывает сочувствие. Нет, я вижу красивую девушку, полную жизни, и именно поэтому твоя внутренняя сила, которая плевает на все ваши диагнозы, друзья мои. Я живу, и несу это добро, и продолжаю нести. Спасибо тебе огромное за такие слова. Ты знаешь, вот так хочется, особенно вот через СМИ, и сегодня уникальная еще одна возможность донести до людей, что очень много находится в их руках, очень много, и иной раз люди даже не подозревают, сколько в них внутри силы, силища. То есть если у нас внутри будет эта вера, вера в собственные силы, естественно, вера в Бога, молитвы очень помогают, они лечат. То есть вот эта вера во врачей, только официальная медицина, ни в коем разе не нужно скатываться, там всякие там соды, там что-то, какие-то целители, какие-то там вот и упущенное время, да. Если вы там хотите какие-то травки принимать, это только как сопутствующее, вспомогающее, но основное – это жесточайшее лечение. К сожалению, другого не дано. Это сложнейшие операции, и чем больше, так скажем, вырежут, да, пораженных органов, тем больше шанс выжить. Это жестоко, да, это больно, но это данность, ну, нужно по максимуму, так скажем, соглашаться с хирургом, если вам говорят, что можно вот это, вот это, вот это отрезать, нужно идти на это, на этот шаг. Нашим врачам можно доверять или надо бежать, лететь куда-то за границу? Ну, знаешь, протокол везде один и тот же, и я лечусь в России, у нас есть замечательные врачи, замечательные хирурги, нужно, конечно же, доверять нашим врачам, но врачи бывают разные, вот я говорю, меня одни чуть не угробили, вторые меня спасали, и спасают. В здравоохранении, конечно, ситуация ужасающая, тема онкологии, это самая такая, знаешь, тяжелая тема, самая циничная, самая, ну, стоит побывать в онкоцентре, и человек сразу понимает, это ужасная обстановка, об этом, как говорится, можно там делать отдельную передачу, но даже попадая вот в эту сферу, видя все, что творится, все равно отказывают тебе где-то, да, в лечении, говорят, что все потеряно, стучись дальше, отказали в пяти местах, стучись в десятое место, 10 врачей тебе отказали, стучись к 20 врачу, ну, найди того человека, кто будет бороться вместе с тобой, кто тебе скажет, да, непонятно, что делать, да, все плохо, но я готов биться с тобой за твою жизнь, готов, и нужно найти такого человека, я вот человек шоу-бизнеса, да, да, я не простой человек, я с лебрити, но, даже будучи публичным человеком, у меня нет медицинских связей, я так же, как и все, сижу в поликлиниках, в очередях, я так же стучалась во все двери, во все, куда только можно стучаться, да, то есть как бы мне было очень тяжело выложить свой первый пост, когда я сообщила, что вот я столкнулась с таким горем, мне этот шаг дался очень тяжело, потому что я всегда держала имидж эпатажной девушки, самодостаточной, успешной, то есть все замечательно, все хорошо, и вдруг бац, я понимаю, что я одна не справлюсь, и нужно не бояться делать этот шаг, потому что действительно, когда приходит беда, одной справиться крайне сложно, потому что любой фактор, тебя должно окружать и семья, да, как бы поддерживать, и друзья, и врачи тебе должны хорошие попасться, очень-очень много вот этих кирпичиков, которые, так скажем, выстраивают вокруг тебя стену, отгораживающую тебя от смерти и от зверя кришневидного, поэтому от рака нет определенной таблетки, определенной вакцины, у каждого своя победа, у каждого свой путь, и каждый, кто попадает вот на эту страшнейшую дорогу, он должен для себя выработать свой алгоритм, вот у меня, например, вот мой алгоритм, да, это отсутствие страха, нужно в себе перебороть этот страх, как только, ты знаешь, нужно принять, принять, ну вот так вот уже, и нужно осознать, что, что рак, этот кришневидный зверь, его кормежка, это страх, понимаешь, как только ты это вот просто осознаешь, что его самая любимая еда, это твой страх, ты ему моментально этот страх облудишь, откутишь, да, я не говорю о бездумности, да, только дурак не боится, понятно, что все мы боимся, это нормально, но, есть разница между страхом и трусостью, нельзя трусить, пусть больно, пусть тяжело, невыносимо, но вот просто вот идти вперед, сквозь вот эти мучения, сквозь боль, и не бояться. А чего боишься не успеть? Чего боюсь не успеть? Ты знаешь, я очень боялась не успеть выпустить книгу. Успела? Я вот этого боялась, потому что в церкви я дала обещание, если вдруг Бог мне подарит ремиссию, я смогу выпустить книгу. Я даже сейчас не могу тебе сказать, что я боюсь не успеть. А что точно нельзя говорить человеку, который попал вот в такую ситуацию? Какие слова раздражают безумно? Точно нельзя вот задавать ему вопросы, типа вот а за что, там что как, потому что это вопрос, не имеющий отношения к человеку, который столкнулся с этой бедой. Ты подумай, за что тебе это, вот эти жуткие слова, да? Ничего не имеет общего вообще с тематикой онкологии, данный вопрос. И с этим нужно, конечно же, бороться. Нельзя говорить человеку там, о, привет, и так дружественно по плечу. Ну что, выздоровел? Как дела? Ну ты видишь, все хорошо. То есть человек вообще не осознает, что он несет. Он может быть иной раз не знает, что сказать. Но вот это слово, ну что там, выздоровел? А какие слова, вот тебе прям душу запали? То есть, ну понятно, какой-то там, там, ты держись, там, мы с тобой, там, все понятно, какой-то такой набор слов, да, вот. А вот что такое на тебя повлияло? Вот, не знаю, в какой-то момент кто-то подошел и сказал такое, и ты прям встрепенулась, и это дало тебе силы. Были такие вот, какие-то такие слова? Ты знаешь, наверное, наверное, везде по крупице каждое слово западало мне в сердце. Вот было сотни тысяч молитв за мое здоровье. Это действительно так. Я помню каждый комментарий. Я помню каждого человека. Все, что... Потому что я все внимательно читаю. Люди, когда вот думают, что вот у человека, тем более если человек там селебрити, что он там ничего не читает, что если там пишется там 120-й, там 300-й комментарий, что все это пролетает мимо. Я помню каждое доброе слово. И это важно. Каждое западает в сердце. Мне запал, ты знаешь, заголовок одной статьи. У меня брали интервью и дали название этой статьи «Жечь клешни умного зверя». Ты знаешь, это очень точное, наверное, определение той войны, на которой мы находимся. Кстати, ты тоже затронула тему войны. Почему тут именно спозиционировала именно с фильмом о войне, да? Ведь мы находимся на самой настоящей войне. Мы в камуфляже, да? Врачи в белых халатах, мы в камуфляже. Это реальные бои за собственную жизнь. Это бой и с самой собой, чтобы отрубать страх, да? Как бы самой себе, чтобы не бояться идти вперед. Это бой за ближнего человека. Потому что вот как раз-таки меня держит на плаву ответственность. Внутренняя ответственность, потому что меня читают сотни тысяч людей. «Я не имею права дать слабину. Я не имею права...» Ты надежда. Ты сейчас олицетворение той надежды. Потому что я же тебе не просто так сказала. Я вижу твой пост и говорю. Она жива. А те, кто находится в этой ситуации, которые не нашли тех врачей, которые поддержат, которые, может быть, вообще в одиночестве страшнейшем. У них есть только ты. И твоя миссия в том, чтобы жить, потому что пока ты живешь, живет и их надежда. Ты знаешь, вот я даже немножко очень боюсь того момента, когда... Ну, когда-то же меня не станет, да? То есть это нормально. Когда нас всех не станет. Но просто я вот хочу сразу всем сказать, что вот когда наступит этот момент, я надеюсь, там, как можно позже, там, лет через 30, да? У меня большие планы. Но когда он придет, даже тогда будет актуальна моя книга. Я ее писала именно таким образом. Это не мемуары. Это не история, которая актуальна только при моей жизни. Это энергетик, это мотивация, активация внутренних сил в любой момент, когда я жива и когда меня не будет. То есть я хочу донести до людей, что... Ну, неизвестно, да, сколько я смогу прожить. Но я сейчас своей жизнью хочу показать людям, что все возможно, все в их руках. А тебе не кажется, что... Может, я, конечно, глупо сейчас сморожу, но что твоя жизнь, вот в связи с этим страшным диагнозом, она стала более наполненной и осмысленной? Ты знаешь, она... Не могу сказать. Она счастлива до сих пор, моя жизнь. Вот как бы это дико не звучало. Да, я прошла через страшнейшие страдания, испытания, сильнейшая физическая боль и преодолеваю ее до сих пор. Отдельной строкой шло вот встать, встать элементарно на ноги после страшнейшей операции. И когда меня сразила вот там первая химиотерапия высокодозная, у меня отнялись ноги, чтобы встать снова на собственные ноги и выйти все-таки на подиум. И много вот таких моментов, они, конечно, как сказать, чуть-чуть меняют человека изнутри, может быть, делают в чем-то жестче, да. в чем-то. Но ни в коем мере не обозляют. И моя жизнь, она, наверное, более правильно сказать, не обрела новый смысл, а не потеряла смысл. И я очень за это благодарна Богу и людям, то, что я чувствую себя нужной. И это очень важно. Каждому человеку найти что-то такое, ради чего действительно он будет жить. И я живу ради своей семьи, ради своих близких. И я им всем обязана, мамочке моей. Это счастье, то, что мои близкие рядом со мной. Я счастлива, что у меня есть друзья. Это очень важно. Я сейчас поняла, кто твой настоящий друг, конечно. Потому что очень много было неприятных моментов, которые даже до моих ушей доходили, да. Я представляю, что доносилось для тебя. Вот эти мерзкие, вот эти реплики о том, что она... Мы будем говорить, мы будем говорить фамилию, да. А что она собирает деньги, прикрываясь этим диагнозом. То есть чудовищные вещи вместо поддержки. Это делал только один-единственный человек. И слава богу, что это было всего лишь там один или два человека, да. Один человек, который все это хотел перевернуть общественное мнение, да, с ног на голову, в качестве мести. Он отвергнутый поклонник, не нашел зависимой взаимности, да, и начал вот такие вещи творить. А ему помогал там его же пиарщик, да. И слава богу, что добро сильнее зла, да. Слава богу, что люди оказались сильнее, умнее. То есть вот это вот... Меня как раз-таки защищала народная любовь, понимаешь. И, конечно, была опасность, что общественное мнение переломится. И это было очень тяжело, конечно, пережить, потому что когда ты не можешь встать с постели, когда ты ничего не можешь сделать, даже в заявление в полицию не можешь отнести, когда ты просто не понимаешь, ты проснешься через час или тебя через час не будет, конечно, в этой адовой обстановке еще вот вести бой там на других фронтах крайне тяжело. Но вот слава богу... Но приходилось. Да, но, конечно, я вот об этом обо всем тоже рассказываю в книге. Все, с чем я столкнулась. То есть я боролась не только за собственную жизнь медицинскую, да, и было противостояние за собственную жизнь тех, кто мечтали о моей смерти. Борьба с клонами, да, то есть как бы те люди, которые устроили нападение на меня, да, то есть абсолютно вот обо всем об этом я рассказываю в этой книге совершенно откровенно, безбоязненно, смело. И у меня из книги получился такой психологический триллер. То есть она захватывает и в то же время несет в себе вот, как сказать, тот посыл, что когда тебя кажется, что бетонной плитой прижимают к полу, да, всегда найдется кто-то, кто постучится снизу. И всегда это нужно помнить, что если какая-то тяжелая ситуация у тебя, она не самая страшная. И нужно уметь противостоять, нужно уметь выкарабкиваться. Я очень мечтаю, чтобы... Ну вот книга вышла в нескольких странах мира, и я очень мечтаю, чтобы она помогала людям долгие-долгие годы. Я очень мечтаю, чтобы когда-нибудь была изобретена таблетка от клешневидного зверя, чтобы мы могли как профилактику... Ну вот есть же у нас там противочумка, да, вот там собачкам делают противочумки, вот эти вот там, как называется, прививки, да, вот там когда-нибудь будет же изобретена, мне кажется, какая-нибудь вакцина противораковая. Когда-нибудь обязательно наступит это время, до него нужно дожить. Ну а пока на сегодняшний день вакцина надежды, это ты, лама олицетворения этой вакцины, да, пока вот посмотрят на тебя, почитают твою книгу. То, что ты жива, каждый день жива, мы будем молить Бога, чтобы ты жива и была, и творила, и поддерживала всех. Это и есть та вакцина на сегодняшний день для тех людей, которые оказались в этой ситуации. И, к сожалению, я еще раз повторю, не у всех есть такая поддержка, не у всех есть семьи, не у всех есть, ну, такая возможность встретить какого-то близкого человека, который поможет. Пусть для вас этим человеком будет лама. Светлый человек, светлый на самом деле. Я тебе желаю здоровья. Спасибо огромное. Я тебе желаю, ну, сказать, не останавливаться в этой борьбе, это глупо, потому что ты и не остановишься, ты очень сильный человек в этом хрупком женском теле, вот такая невиданная сила в тебе. Вот дай Бог тебе правду. Спасибо тебе огромное. Добрые слова. И ты знаешь, вот хочется сказать всем людям, кто находится в каких-то тяжелых ситуациях, и не обязательно онкология, может быть, кто-то находится в депрессии. Да. Если у тебя есть жизнь, значит, у тебя есть все. Можно все что угодно преодолеть, но только в том случае, если у тебя есть жизнь. И слово уже ничего невозможно изменить, актуально только тогда, когда ты стоишь возле чьей-то могилы. А слово еще тебе хочу сказать. Это настолько сильная история, правда, энергетически. Вот быстренько расскажу случай. Парень наркоман, там, в общем, тоже у него болезни куча, все, родные просто уже устали от него уже и бороться, и уговаривать, и он сам от себя уже устал, и какая-то там у него уже болезнь была, помимо наркомании еще, еще там что-то, там гепатиты всякие, неважно. В общем, он лежит в центре неком, да, уже практически умирает, весь в депрессии, видеть никого не хочет. Это случай из практики, это мой научный руководитель вот с этим столкнулся. Он всех психологов посылал в известном направлении, врачей туда же. Вот он лежал абсолютно одинокий и сам себе противный. И пришла психолог, вот, женщина, и она увидела его состояние, и она села так тихонечко с ним рядом, начала смотреть в окно, и смотрела, смотрела и заснула. А потом проснулась от вот этого состояния, боже, да, она вроде пришла к клиенту, ее вызвали, она заснула. И он такой удивленный на нее смотрит. Она говорит, я так отдохнула с вами, простите. А у него слезы в глазах. Она говорит, я так с вами отдохнула, мне так было хорошо. А у него слезы в глазах. Он говорит, а со мной может быть хорошо? И вот это стало, понимаешь, началом начала. То есть вот эти слова, вот казалось бы, что она сказала. Она искренне сказала, мне с тобой так хорошо. И вот в минуты отчаяния, я уже говорю, как психолог, вы подумайте о том, что... Да вы просто не представляете, какую важность вы можете иметь для кого-то, да, даже. С вами может быть просто кому-то хорошо. Вот, ты знаешь, ты сейчас еще одну струнку во мне затронула, о чем я тоже хотела сказать. Вот когда задают вопрос, ну, не вопрос, ну, вернее, вопрос, да, вот там, для чего это, что нужно человеку еще осознать, да, как бы... Ты знаешь, зачастую человек приходит к выводу, что нужно больше любить себя. И время настало уделить время себе. Мы вечно в какой-то гонке, вечно в делах, да, как бы... А про себя мы иной раз забываем. Вот, наверное, единственное, что я вынесла из этой ситуации, наверное, это то, что я очень сама себе не додала внимания. И это очень важно. И многие, кстати, об этом говорят, кто со мной на одном поле боя, как раз-таки они тоже это отмечают, что действительно наступает время, что нужно больше уделять времени себе. А что в твоем понимании время себе уделять? Ты знаешь, лишний раз отдыхать. Вот, например, у меня напряженная... Сначала был острый период, это борьба за жизнь в прямом смысле, да, то есть операции тяжелая, высокодозная химиотерапия, высокодозная лучевая, то есть это очень такие журнала сильнейшие. Мне дали такие дозировки, от которых люди практически не выживают, и сейчас я борюсь с побочными эффектами. Вот. Потом наступил период, когда я выпускала книгу. Это было тоже очень непросто. Я очень благодарна издательству, что они сделали предложение вот это. И когда я получила это предложение, я поняла, что это не только нужно опубликовать дневник. Здесь не только дневник, здесь часть дневника. Но я хочу заново написать книгу. У меня много что есть сказать, много что нужно успеть описать, потому что в дневнике я давала какие-то медицинские моменты, да, там, какие-то психологические установки. Но ведь есть еще то, что оставалось за кадром, там, предыстория какая-то, да, то есть всякие такие моменты, о которых зритель не знает о закулисе этом, о шоу-бизнесе, ведь все это взаимосвязано. И когда я начала перерабатывать материал, психологически для меня было это тоже очень тяжело. Потому что когда ты снова через это мысленно проходишь, да, когда ты вот эти взаимосвязи, ниточки находишь, все это как бы компонуешь, строишь вот этот дом под названием книга, это тоже очень непросто. Я просто буквально выдохлась. Когда уже состоялась презентация, обе презентации прошли в центре Москвы с диким аншлагом. И когда я вот их провела, ты знаешь, сейчас вот у меня действительно наступил, наверное, своеобразный отдых. Мне запрещены перелеты. Я не могу позволить себе никуда поехать, полететь, сменить обстановку. Но даже то, что я вот, например, просыпаюсь и стараюсь никуда не торопиться, я высыпаюсь, стараюсь. Ну, если мне там в больницу не надо ехать там на съемку куда-то, я стараюсь там высыпаться. Я там полностью свой рацион поменяла, это понятно. То есть там практически вегетарианство, да. То есть и уже не ленюсь. То есть иной раз там до диагноза я там ленилась, там лишний раз там себе сок выжить, думаю, да, потом, все потом. Сейчас нет. Я ничего не могу отложить на потом. В принципе, я всегда ценила жизнь. Ты знаешь, я не могу сказать, что вот раньше я жизнь не ценила, а сейчас вот я ее ценю. Нет. Жизнь я ценила всегда. Ее я любила всегда. Но многое себе не додавала. Во многом, знаешь, самокритично была. Потому что вот это самое, борешься и побеждаешь, и будешь побеждать. Я в этом уверена. И самокритичность надо обязательно урезать. Надо переставать себя там критиковать. Всегда найдется кто-нибудь другой. Кто это сделает за тебя. Себя нужно принимать такое, какое ты есть. Мне в себе сейчас нравится все. Ну, отлично. И фигура. И самое главное еще, вот я хочу закончить нашу программу. Мы забываем порой сказать спасибо тем людям, которых действительно стоит озвучить и сказать им спасибо и низко поклониться до земли. Давай хотя бы несколько основных фамилий, вот врачей, тех друзей. Понятно, их список огромный. Ну, так вот, хотя бы несколько имен и фамилий. Огроменное спасибо. Это моей маме Сафонове Светлане Брониславовне, моему мужу Алексею, близким друзьям. Огромное спасибо врачам. Григорию Хаббас, Сергей Письменский. Это те люди, кто за меня действительно дрались. Огромное спасибо людям, кто стоял плечом к плечу. Это и Ирина Чечеткина, это праздник Инфо ТВ, да, то есть как бы Миша и Наташа. И вот в моей книге там огромный список людей. Я просто сейчас боюсь, ты знаешь, кого-то называть, чтобы никто не обиделся. Всех мы не можем, конечно. Огромное количество людей, кто стоял со мной плечом к плечу и не давал упасть моему духу, моей вере. И огромное спасибо каждому подписчику, каждому читателю, каждому человеку, кто следит за моей судьбой. И огромное спасибо тем людям, кто любит жизнь. Да. И будьте добрее. Друзья, наполняйте свою жизнь смыслом, потому что правда мы не знаем, какой наш день будет последним. И живите так, словно вы вчера умерли. Вот так я вам скажу. А с вами была ваш психолог Светлана Прель и очаровательная Лама. Светлана Прель и очаровательная Лама